Больше четырех месяцев назад состоялись выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва. От Славянского района было выбрано два представителя – Виктор Чернявский и Денис Выпринцев. Уже на первой сессии были определены приоритеты работы Кубанского парламента. В первую очередь это совершенствование краевого законодательства для обеспечения роста экономики, повышения уровня и качества жизни граждан. За четыре месяца депутатами была проделана большая работа. Об этом славянским журналистам рассказал Виктор Чернявский. Представители славянской телерадиокомпании и районной газеты «Заря Кубани» встретились в здании газетной редакции с депутатом Законодательного собрания Виктором Чернявским. Он проинформировал всех собравшихся о том, как прошла предвыборная кампания, в ходе которой были многочисленные встречи со славянскими избирателями, где поднимались и вопросы, требующие решения. Моё правило, оно сформулировано в самом начале моей депутатской деятельности, что депутатская кампания – это не месяц перед выборами, а это пять лет работы. И я шёл, собственно, в аудиторию с отчётом о пятнете в своей работе. Тем не менее, она была очень требовательная со стороны людей по содержанию. Да, хорошо сделано, да, вот хорошая оценка работы, вместе с тем, но не всё ещё у нас, скажем так, и в городе, и в районе так обстоит, как хочется людям. Поэтому мы набрали тоже в общей сложности с майскими, где-то порядка 400 вопросов. Есть частные, есть мелкие, есть крупные, есть системные вопросы. И уже осенью мы провели ряд мероприятий по расширке тех или иных проблем вместе с местной областью. За четыре месяца проведено семь сессий ЗСК, принято 89 краевых законов или поправок к законам и 231 постановление. В их числе очень значимые нормативные решения по социальным вопросам. По инициативе депутатов законодательного собрания в Славянском районе был проведён ряд совещаний и семинаров для поиска решений по актуальным вопросам. Организация вывоза бытового мусора в муниципалитете была в центре внимания совещания с участием исполнительного директора Экотехпрома, глав поселений района, руководителей предприятий, представителей депутатского корпуса. Мы выслушали каждого главу поселения. Мы написали перечень проблем, которые выступают. И мы здесь пытались найти эти решения. Ну, понятно, в рамках компетенции, законодательства и так далее. Мы увидели несколько проблем, которые можно аж сегодня решить. Некоторые нужно искать поиски. Мы говорили, что администрация этим займётся. Одна из проблем – чистка клиентской массы. Разговор такой был, да, он не быстрый был. Он где-то 2,5 часа был. Не слышали были все, и эту работу нужно продолжать. Только таким путём. Состоявшийся серьёзный разговор и принятые по его итогам решения позволили внести положительные изменения в работу по совершенствованию системы вывоза мусора, корректировке клиентской базы, улучшению коммуникации между региональным оператором и главами поселений в интересах славянцев. В муниципалитете были установлены металлические сетчатые контейнеры для раздельного сбора мусора. Виктор Чернявский рассказал об участии в отчётном собрании Совета молодых депутатов Славянского района, где он призвал его участников брать на себя ответственность, быть в гуще событий и решать проблемы жителей. На рабочем совещании по активизации технического дополнительного образования школьников депутат ЗСК Виктор Чернявский обратил внимание всех приглашённых на важность того, чтобы радиоспорт в молодёжной среде вновь стал популярным. По инициативе депутата прошёл круглый стол по развитию малого и среднего бизнеса в нашем районе. В его ходе руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьёв и другие специалисты поделились собравшимися полезной для них информацией. Очень актуальным было и совещание по вопросу подготовки кадров для новых производств, работающих в районе. Виктор Чернявский помогает возрождению краевого литературного альманаха, выступает за развитие в школах театрального искусства. При утверждении краевого бюджета на 2023 год были поддержаны предложения депутатов Виктора Чернявского и Дениса Выпринцева по выделению району 18 миллионов рублей краевых средств для выполнения наказов избирателей. Депутатами проведено 17 встреч в трудовых коллективах и по месту жительства граждан. На личном приёме у депутатов и помощников побывало 48 человек. Большинство их вопросов было решено положительно. Журналисты задали депутату Виктору Чернявскому вопросы, касающиеся организации торговли и медицинского обслуживания в небольших населённых пунктах, а также благоустройства в одном из сельских поселений и получили на свои вопросы подробные ответы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».